Добрый вечер, уважаемые друзья! В эфире информационный выпуск, подготовленный корреспондентами общественного саянского телевидения. В студии для вас работает оператор Юрий Кузьменко и ведущий программы Дмитрий Поличук. Сегодня в выпуске. Индексация пенсии не радует горожан. Подведены итоги чемпионата профессионалов. В саянском храме идет сбор средств на пасхальные подарки для малоимущих. Артисты ансамбля «Линия танца» поедут в Китай. А теперь об этих и других событиях более подробно. С 1 апреля произойдет индексация социальных выплат. Хотя пенсии вырастут на 3,3%, льготники испытывают по этому поводу лишь негатив, ведь с ростом соцвыплат подорожает и все остальное. С 1 апреля в России повысят социальные пенсии. В 2022 году их увеличивали дважды из-за ожидания высокой инфляции. В этом году правительство сбавило темп, рассчитывая на более оптимистичный прогноз. Напомним, социальная пенсия назначается тем, кто нетрудоспособен и не может получать страховую пенсию. Ежегодно апрельская индексация выплат положена инвалидам по старости по потере кормильца для детей-сирот до 18 лет или студентов. Ничего даже сказать не хочу. А почему у меня столько злобы внутри, что я не хочу вам ничего испортить? Пока достаточно. Больше кто нам даст? Пенсию повышает, а цены-то прыгают. Так что смысл повышать ее пенсию? Ну только что порадуешься, что пенсию получишь. О, повысили. А в магазин придешь и цены-то какие. Так что неизвестно, к чему дальше придем. А чему радоваться? В магазине цены-то гораздо выше поднимаются. Так уж не делали бы тогда эту добавку, что как цены. Еще не успеют добавить пенсию. Уже цены в магазине выросли. В стране ежегодно 1 апреля проводится индексация социальных пенсий по росту прожиточного минимума из-за инфляции. Пенсии уже были увеличены в июне прошлого года. С 1 января 2023 был увеличен размер прожиточного минимума. Вообще в купе погоду индексацию выплаты называют рекордной по сравнению с предыдущими годами. Однако многим льготникам от этого не легче. В процедуру проведения государственной итоговой аттестации в этом году будут несены изменения. Об этом рассказал на пресс-конференции министр образования Иркутской области Максим Парфенов. О подготовке к государственной итоговой аттестации рассказал на пресс-конференции министр образования Иркутской области Максим Парфенов. Более 13 тысяч выпускников школ этого года и прошлых лет, а также более 30 тысяч девятиклассников пройдут итоговые испытания в 2023 году. В общем числе участников ИГ 12 464 выпускника этого года, что на тысячу человек меньше, чем в прошлом году, а вот количество выпускников девятиклассников увеличилось в этом году почти на 3000 человек. Новшества ГАИ 11-классников в 2023 году коснутся технологической составляющей экзаменационной кампании. Сейчас в Иркутской области осуществляется подготовка к переходу на технологию передачи экзаменационных материалов по сети интернет и сканирование материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов. Материалы выноситься из аудитории не будут вообще. Ни в секюрпаках никак. Они просто будут полностью как распечатываться, так и сканироваться дальше непосредственно в аудитории. Это все сделано для того, чтобы максимально исключить человеческий фактор. Напомню, что у нас обеспечено видеонаблюдение во всех аудиториях, в которых ребята будут сдавать экзамены. И, соответственно, организаторы, которые работают в этих аудиториях, прекрасно понимают весь уровень ответственности. Ну и, собственно, это определенного рода, конечно, защита и гарантия для самих ребят, когда они понимают, вот распечатали материалы, вот их отсканировали и отправили уже на проверку, так скажем. Ранее Максим Парфенов доложил губернатору Игорю Кобзеву о том, что для обеспечения новых требований региональным министерствам образования приобретено и передано в пункты проведения экзаменов 100 ноутбуков, 310 принтеров и 1230 сканеров. Для совершенствования качества проведения компьютерного единого госэкзамена по информатике будут также приобретены 517 персональных компьютеров. По итогам регионального чемпионата профессионального мастерства, который проходил на базе городского химико-технологического техникума, в состав победителей вошли двое саянцев. Региональный чемпионат профессионального мастерства, который проходил на базе саянского химико-технологического техникума, завершился торжественным закрытием и награждением участников. В число победителей областных состязаний вошли и саянцы, в том числе учащаяся третьего курса местного техникума по направлению аналитический контроль химических соединений Александра Несветова. Александра участница основной группы чемпионата по компетенции лабораторный химический анализ. Очень здорово. Будем продвигаться дальше, потому что есть куда стремиться. Много было желания сдаться. Когда была подготовка, много было слез. Нисколько не жалею, что не сдалась. Я считаю, что я молодец. Еще одна особо отличившаяся жительница Саянска – восьмиклассница гимназии имени Надькина Олеся Петухова. Олеся участвовала в чемпионате в группе юниоров, также по компетенции лабораторный химический анализ и заняла второе место, что, кстати, тоже очень достойно. Я очень довольна результатом, не ожидала, но, конечно, очень старалась, очень волновалась, очень переживала. Были моменты, когда что-то не получалось, были моменты, когда что-то забывалось, что-то сбывалось, что-то путалось, но я все это преодолела. И вот результат, который я получила, конечно, меня очень радует. Победительницы очень увлечены такой наукой, как химия. В планах у девушек изучать этот предмет глубже. В качестве наград Александре и Олесе вручили дипломы и золотые медали престижного чемпионата «Профессионалы-2023». А кроме этого, руководство акционерного общества «Сайенс Химпласт» удостоило девушек сертификатов на прохождение практики или трудоустройства на градообразующее предприятие. В преддверии светлого праздника Пасхи православная служба о помощи милосердия Благовещенского храма традиционно проводит сбор средств на пасхальные подарки. В апреле православные будут отмечать один из главных христианских праздников – Светлую Пасху. Подготовку к празднику горожане начали за семь недель до Светлого Христового Воскресения, вступив в Великий пост, который завершится 15 апреля. Пасха – древнейший и важнейший христианский праздник, праздник Воскресения Иисуса Христа, событие, которое является центром всей библейской истории. У православных Светлого Христового Воскресения в 2023 году приходится на 16 апреля. Считается, что это ранняя Пасха. Самый простой способ определить дату праздника – воспользоваться Александрийской Пасхалией, специальным календарем, где он отмечен на много лет вперед. Но можно и самим рассчитать сроки Пасхи, если знать, что торжество наступает после весеннего равноденствия 20 марта, а также после первого полнолуния, следующего за ним. И, конечно, праздник обязательно приходится на Воскресенье. В преддверии Светлого Праздника Пасхи Православная Служба Помощи Милосердия Саянского Храма Благовещения традиционно проводит сбор средств на пасхальные подарки, объединяя вокруг доброго дела всех, кто хотел бы поделиться пасхальной радостью с детьми-сиротами и ребятишками из многодетных семей, тяжело больными и престарелыми людьми. Сбор средств на подарки проходит в рамках благотворительной акции «Дари радость на Пасху». Горожан просят оказать посильную помощь в этом благом деле. Ваши пожертвования с благодарностью примут в храме Благовещения, где есть кружка для пожертвований службы помощи милосердия. Также можно перечислить денежные средства на карту Сбербанка по телефону 8-914-957-43-67 с пометкой «Дари радость на Пасху». Детство без войны. Проект под таким названием Саянского благотворительного фонда стал победителем грантового конкурса культурных инициатив. С авторами проекта выступили специалисты Саянской центральной библиотеки. В число победителей первого в этом году грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив вошли 15 проектов из Иркутской области, в том числе Саянска. Саянский благотворительный фонд в соавторстве с сотрудниками центральной библиотеки представил проект «Детство без игрушек», цель которого создание школьниками видеоархива воспоминаний детей войны. Всего же на конкурс было подано около 9 тысяч заявок со всей страны. Напомним, фонд президентских грантов культурных инициатив выделяет поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. На гранты могут претендовать не только не государственные и коммерческие организации, но и муниципальные учреждения, коммерческие организации и даже индивидуальные предприниматели. Свои проекты, не получившие поддержки в первом конкурсе культурных инициатив, также представили сотрудники музейно-выставочного комплекса «Детская школа искусств». Но лиха беда начала. Музейные работники уже подали заявку на грант второго конкурса культурных инициатив. Проект под названием «Зов Родины» направлен на создание в Саянском музее постоянно действующей мультимедийной экспозиции, посвященной специальной военной операции. Я б в электрике пошел, пусть меня научат. У саянских школьников есть возможность, совмещая учебу в общеобразовательном учреждении, параллельно освоить профессию электрика. С 2019 года на базе Саянского химико-технологического техникума работает Центр профессиональной ориентации школьников «Осознанное решение». В рамках проекта ученики 8-9 классов обучаются по дополнительной общеразвивающей программе «Электрошкола». Занятия на протяжении полугода проводятся раз в неделю и длятся по полтора часа. На них ребята постигают азы профессии электромонтера. Устройство электрооборудования, учимся работать с электроинструментом и собираем простые схемы. Простые схемы это у нас начиная с освещения, то есть установка выключателей, розеток, патронов. Допустим, вот схемы собирали в кабельканалах и в гофрированной трубе. По окончанию таких курсов ребята могут самостоятельно сделать электропроводку в гараже или на даче. После сдачи промежуточного экзамена по освещению начинается знакомство с более сложными элементами программы, такими как силовое оборудование, которое применяется на производстве. «Пуски электродвигателей, то есть они могут спокойно потом подключать вентиляционные установки, насосные установки, также какие-то простые станки. Мы работаем с напряжением только до 220 вольт, чтобы обезопасить и себя, и студентов. На напряжение 380 вольт категорически работа запрещена, поэтому работа с электроинструментом только шуруповерт». Изучаемый предмет ребятам очень интересен, поэтому на занятия они ходят с удовольствием. Кроме юношей, искусству работы с электрооборудованием приходят обучаться и девушки. По словам преподавателя, у них все получается совсем не хуже, чем у парней, а порой даже и качественнее. После получения сертификата за прохождение курсов, этих ребят примут в техникум на специальность электромонтера вне конкурса. Обучают этой популярной профессии на базе девятого класса в течение двух лет и десяти месяцев. Красивая, статная, величавая, пожилая или юная нейросеть нарисовала российские города, в том числе три города Иркутской области. В образе людей. Портрета Саянска пока нет, но горожане уже пофантазировали на тему, какой облик у Саянска. Иркутск, по мнению нейросети, выглядит преуспевающим купцом. Устилимск – серьезным мальчиком в меховой шубке, а братск – умудренным сединомеремесленником. Нейросеть сгенерировала человеческие облики разных городов России от Москвы до Улан-Удэ. Саянска пока в этом списке нет, потому горожане могут пофантазировать на тему, а какой облик у любимого города. Девушка, конечно, красивая, весенняя, настроение здесь всегда такое. Все цветет, все чисто, все красиво. Весна, конечно, только весна. Весну. Женщина – весна. Молодая, красивая, потому что город молодой и красивый. И вот что-то в образе такой весны, весенней. Прекрасная женщина с цветами стоящая. И она будет показывать, насколько наш город прекрасный. Возможно, она будет стоять, как в нашем парке, например, будет выглядеть. Ну, все. А я думала, что я сильный мужчина с красивым мечом. Мне кажется, что у нас Саянск очень сильный и мужественный. Кто-то видит Саянск в образе спортсмена, другие девушкой у яблони предлагали и образ ученого, ведь Саянск – город химиков. Девушка, наверное, с короной. Платье каком-нибудь. Красивым. Бальным. Сказочный персонаж, молодой, красивый. Может быть, царевич даже. Больше что-то из молодежного. Что-то такое. Молодых. Так-то изобразить красиво. Кстати, по инициативе мэра Саянска Олега Боровского на фасаде ряда домов появятся муралы. Изображения будут посвящены в том числе участникам специальной военной операции. Возможно, на одном из фасадов, например, первого дома микрорайона строителей, художники изобразят одушевленный Саянск во всей его красе. В 7-й Саянской школе работает выставка удивительных поделок, которые изготовили ученики своими руками на уроках технологии. Уроки труда или технологии не относятся к базовым предметам. В школе по ним не сдают экзамены, а в неделю на этот предмет уделяют около двух часов. Однако знания и умения, которые ребята получают на занятиях, обязательно им пригодятся в жизни. По крайней мере, так считают все педагоги трудового обучения в городских школах. Ко мне на уроки технологии ходят мальчики с 5-го по 8-й класс. Учу я ребятишек пилить, строгать, держать инструменты в руках. Не обязательно с них вырастут мастера своего дела, но каждый мальчишка должен уметь держать в руках и молоток, и рубанок. В общем, уметь что-то делать своими руками. У нас по программе есть творческие проекты, где мальчишки делают проекты своими руками. И вот в конце года мы проводим выставку поделок, и все дети могут прийти посмотреть на эту выставку. Постоянно в образовательных учреждениях учителя технологии организуют специализированные выставки работ школьников, на которых можно увидеть то, чему они научились и что сделали ребята своими руками в течение учебного года. Я хожу на уроки труда уже второй год. Вначале нас учили, как правильно держать ножовку, как пилить, а сейчас мы уже сами делаем поделки. Вот я первую поделку. Разделочная доска в форме и сердечко. Я подарил ее маме на день рождения. Саянские трудовики уверены, что каждый ребенок талантлив, а заинтересованный школьник учится лучше. Если есть интерес, то у подростка возникает желание узнать, исследовать и расширить свой кругозор. Как показывает практика, трудовое обучение заметно поднимает дух коллективизма и сплачивает морально учеников всего класса. Участники хореографического коллектива «Линия танца» стали призерами областного конкурса, который проходил в Красноярске. Кроме наград они привезли в Саянск и приглашение на международный фестиваль, который будет проходить в Пекине. Ассоциация национальных компаний в КНР. Дворец детского творчества «Досин» в городе Пекин. Пекинский университет иностранных языков и культуры. И «Чудо» – Международный центр развития в области образования, культуры и спорта «Триумф» приглашают победителей фестиваля конкурса «Звезды России» принять участие в 11-м международном фестивале конкурсе «Парящий феникс», который будет проходить в Пекине. Такое приглашение получил образцовый хореографический коллектив «Линия танца Дворца культуры и юность» после отличного выступления на конкурсе в Красноярске, который проходил там 18 и 19 марта. Приглашают только лауреатов первой степени, а в этом конкурсе их было немного всего коллектива в 7-8 за весь конкурс. То есть это достаточно маленькое количество. И нам конкретно это приглашение дает такое самоутверждение хорошее. То есть мы теперь убедились в том, что мы достаточно сильный коллектив не только в Иркутской области, но еще и в Красноярском крае, как оказалось. Коллективу «Линия танца» 9 лет. Его основатель и руководитель – хореограф Виктор Воронков. Помогает в репетиционном процессе ему педагог Мария Потапова. «Чтобы добиться хорошего результата, нужно ежедневно тренироваться, тренироваться, репетировать, совершенствовать себя, свои навыки, данные. И тогда будут очень хорошие и награды, и результаты». Саянцы возили на конкурс пять постановок. Каждая из них была удостоена заслуженной награды. Компетентное жюри особо отметило семейский танец. Благодаря ему копилка побед хореографического коллектива пополнилась еще одним кубком. Но все-таки главный приз фестиваля конкурса – «Звезды России». Это приглашение на международный конкурс в Китай, куда саянцы планируют отправиться в марте 2024 года. Воспитанники Саянского детского дома-интерната традиционно приняли участие в отборочном туре престижного областного конкурса. 27 марта в зиме прошел зональный отборочный тур областного фестиваля детского творчества «Байкальская звезда». Ребята принимали участие в трех номинациях – вокал, хореография и декоративно-прикладное творчество. В номинации «Музыкальное творчество» наша солистка Чижикова Дарья исполнила песню «Отменить войну». Эта песня никого не оставила равнодушным. Каждый слушатель задумывался о ценности и важности мира. В номинации «Хореография» наши юные ребята хореографической группы «Карусель» исполнили зажигательный танец «Солнечное настроение», тем самым подарив хорошее настроение и зарядив энергией своих зрителей. Жюри высоко оценило музыкальное и хореографическое творчество наших детей, и все ребята были приглашены и участвовали в галоконцерте. Также высокие результаты продемонстрировали воспитанники Саянского детского дома-интерната в номинации «Декоративно-прикладное творчество», которое было посвящено великим сказочникам и их героям. Они сделали восемь работ под руководством педагога дополнительного образования Осмоловской Натальи Владимировны. Четыре работы будут участвовать в финале фестиваля, который пройдет 1 июня, в День защиты детей в городе Иркутске. Выставка будет оформлена в центре Роголя, где будут и выставлены четыре работы наших воспитанников. Все ребята, которые участвовали в «Байкальской звезде», им были вручены сертификаты и подарки. Подобные мероприятия, по словам директора Саянского детского дома-интерната Ларисы Бухаровой, проводятся с одной главной целью – поддержать талантливых детей, нуждающихся в социальной поддержке, содействовать их становлению и творческому развитию. Не только участники фестиваля, но и их наставники, педагоги, были отмечены грамотами, ценными призами и благодарственными письмами представителями Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 1 апреля принято шутить, веселиться и всячески разыгрывать друзей и знакомых. В День смеха многие шутники готовят первоапрельские шутки. Хотелось бы, чтобы они не были злыми. 1 апреля никому не верю. День шуток и смеха – это прекрасный повод посоревноваться в остроумии. Главное, чтобы розыгрыши не были злыми. День первоапрельских розыгрышей любим с детства. Традиционная шутка – у тебя спина белая, шнурки завяжи. Могут посоревноваться, кстати, и не совсем с прикольными. Например, с вашего счета пытаются снять деньги или оформить кредит. Это те еще шутники, которым ни почем верить нельзя. На заводе работали. Там мы очень серьезные шутки делали. Такие, что придут, отправим в завод управление, отправим еще к начальнику ЦИХ. И там иногда нам попадало шутки. Подкалываем друг друга. Допустим, у тебя там дырочка на пятке, там еще что-нибудь. Спина белая, да? Да, спина белая. Колени сзади. Как-то так. Традиция празднования 1 апреля на Руси берет свое начало из язычества. До христианские времена в этот день отмечали пробуждение домового. Просыпался он недовольным, и принято его было веселить. Среди тысяч сочинений нашего земляка, поэта Евгения Евтушенко, есть и стихотворение про юмор, который вечен, несмотря ни на какие новости и факты. Цари, короли, императоры, властители всей земли Командовали парадами, но юмором не могли. Он вечен, он ловок и юрок, пройдет через все, через всех. И так дославится юмор. Он мужественный человек. Жизнедеятельность людей порой наносит вред природе. И с каждым годом эта проблема становится все актуальнее. 30 марта во всем мире отмечается День защиты земли. В образовательных и дошкольных учреждениях Саянска в эти дни традиционно проводятся мероприятия, посвященные Дню защиты земли. В школе номер 7, как и во многих других учебных заведениях, его празднование стало хорошей традицией. На классных часах школьники узнают много интересного о нашей планете, ее морях, океанах, лесах, горах и материках. Нельзя остановить развитие технического прогресса. Мы все движемся вперед. Но когда мы развиваемся, мы разрушаем то, что нам дано самим Богом. Мы разрушаем нашу Землю. Вот возьмем атмосферу. Озоновый слой защищает нас от ультрафиолетовых лучей. А выхлопные газы от машин, технических заводов, электростанций загрязняют воздух. Из-за этого в озоновом слое образуются дыры. Нагревается земля, меняется климат, нарушаются природные условия. Это очень плохо. В современном мире мало что напоминает существование человека в прошлом. Еще какой-то век назад в наших городах, селах было много деревьев. Люди старались беречь природу. Но с наступлением века техники все меняется. Сегодня человек окружен автомобилями и всевозможными электронными устройствами, мобильными телефонами, заасфальтированными дорогами. Мусор, отходы, жизнедеятельности, которые люди вывозят в лес – это еще одна проблема. Мы уничтожаем лесной массив, а значит уничтожаем сами себя. Бабушка говорила, что раньше недалеко от дач было много грибов и ягод. А теперь там только мусор от дачников. Нужно, чтобы каждый знал, что так жить нельзя. Нужно беречь то, что нам дано. Надо беречь нашу землю. Этот день помог школьникам понять, что мы все в ответе за нашу землю. И каждый из нас может сохранить и приумножить ее красоту и богатство. Ребята пообещали беречь природу и не наносить вреда окружающему миру. А в завершении классного часа школьники организовали целую выставку рисунков, посвященную Дню защиты Земли. Необычный и неофициальный праздник, но весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, день прогулки по парку, отмечается ежегодно 30 марта. 30 марта в календаре праздников отмечено как день прогулок по парку. Главная цель этого дня – привлечение внимания горожан к такому обычному способу отдыха, как прогулка в парковой зоне. Не секрет, что многие жители городов не имеют возможности регулярно выезжать на природу или за город, чтобы расслабиться и набраться сил и энергии на свежем воздухе. А ведь прогулка в течение 30 минут в день, по мнению врачей, может иметь огромную пользу для здоровья. Причем не только в плане сжигания калорий и снижения веса, но также повышения иммунитета. Она также поможет увеличить сердечную деятельность, снизить кровяное давление и улучшить настроение. Кроме того, прогулки в парке, вдали от пыли и шумных магистралей, помогут снизить стресс. Исследования показали, что люди, которые ходят пешком или гуляют в зеленых зонах, как правило, более счастливы, чем те, кто этого не делает. Поэтому присоединяйтесь и вы к празднованию сегодняшнего здорового и энергичного дня. Ведь для этого нужно немногое – выбраться в парк, в компании или насладиться в уединении красотой и спокойствием природы. Это были все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Ну а я же прощаюсь с вами с пожеланиями доброго вечера. Всего доброго. Берегите себя. Самое главное – будьте счастливы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!